Павел Николаевич, если перед вами будут поставлены условия, либо вы прививаете всех своих работников, либо вы должны их отправлять в какие-нибудь там отпуска и все такое, как вы будете поступать? Мы не будем заставлять своих работников прививаться, это сугубо личное дело каждого. И в Трудовом кодексе нет статьи, которая бы позволяла уволить работника за то, что он, видите ли, не выполнил какие-то медицинские предложения властей. Поэтому их личное дело, никого увольнять не будем, но будем выкручиваться, как это можно, потому что не все же. У нас тоже есть люди, которые привились, вот среди моих замов два человека привитых, значит, остальные вроде не хотят, поэтому это никак не повлияет на их зарплату или трудовую работу. Но вы не сфера обслуживания? Или вы к какой сфере относитесь? Не совсем. Мы сейчас, в связи с тем, что в совхозе идет урожай земляники, многие наши сотрудники, пусть и временные, но они работают в сфере торговли, поэтому мы будем выполнять какие-то распоряжения властей, и мы в Подмосковье и в Подмосковье будем стараться выкручиваться. Но у нас время есть до 15 июля, и поэтому мы там думаем, как сделать так, чтобы волки сыты и овцы сыты, но заставлять никого не будем. Продолжение следует...